всем привет дорогие друзья будет небольшой короткий вводный я надеюсь короткий вводный курс для чего нам нужен speedrun.com и я начну с того что попасть сюда не так то и просто во первых нужно доказать что твоя игра очень даже игра то что она им подходит по всем условиям расписать про нее все надо добавить много-много ссылок много-много информации когда там чего и так далее но реально очень-очень дрочно ее добавлять в общем-то начну для начала во первых все информации есть в гайдах гайды заходим и видим что есть ruleset ruleset полностью спижен с df комс потому что как ну это трушный яд и павел действие что рекомендуется айдфе это первое заходим знакомимся но у всех я думаю ни у кого проблем с конфигом нету в оффлайне поэтому как бы это не проблема дальше идем ссылки ссылки то что надо теперь у нас типа как установить у нас здесь есть как он называет субтитры скачать дефраг здесь же можно в ролл спаун я здесь все все прикрепил дальше как сделать видео из демки вот это очень важный вопрос мы можем не так нажал чтобы сделать видео из демки нам нужно вначале зарегистрироваться и далее мы сюда закидываем демку нажимаем обзор закидываем демку сабмит и же пока она отрендерится дальше ссылку ждать можно когда она отрендерится здесь опять же по этой ссылке это чисто канал у них можно здесь подождать пока отрендерится и все ссылку этого видео взяли и прислали нам прислали вам как я вам сейчас все покажу все по порядку и так с гайдами вроде бы все escort лала это не важно стримы также тут будут стримы если кто-то стримит в категории дефраг они должны здесь появляться пока что не появлялись не знаю почему разберемся в ресурсах и единственное здесь я сделал фраг сплиты я думаю этого в этом нет смысла но в тусах в общем-то скоро появится у нас авто сплиттер который будет автоматически ставить паузу я тоже об этом сейчас расскажу форум это наш дефраг форум здесь можете просто писать что угодно спрашивать какие-то делать новые ветки вот зуперзучий решил продать гараж и но и статистика и все это у вас скорее всего вот этого уже нет так как вы не буду рад в общем то в чем суть смотрите понятно что у нас есть левел лидерборд вот мы тут уже все кто даже аякс он приурочился отправил на ggm3 это демку суть спидрана в том понятно что очень многие говорят типа дача да у нас же есть q3df да вы видели этот q3df во первых мертвая мертвые админы во первых которые вообще еще и делают во вторых мы есть и чё суть здесь в общем то для чего нам вообще в целом вот этот speedrun.com он нам нужен для того чтобы попробовать продвигать дефраг еще выше еще да еще дальше в массы мы и так не совсем в массы но я даже спросил на реддите точнее я спасила спросила тасс привет тебе если ты это смотришь типа можно ли там можно ли мы в топике спидрана а он этот это очень активный топик на реддите типа публиковать какую-то информацию про дефраг они сказали типа а это это вот прям то что нам надо дефраг это круто поэтому все может начаться очень очень хорошо нам нужно проявлять просто активность как вы могли уже возможно заметить здесь уровне здесь нету st1 нету там сити рокетов нету это носите рокет я хочу как просто каноничная карта добавить вот здесь будут только самые хардкорные карты а simply board он так пишется что-то димон будет сказать вот мы добавляем сюда только самые хардкорные но не самые которые сложные либо длинные карты это вот например вот коз 24 коза с 5 баги тут есть баг за 4 25 баг 100 и вот это все танк таймы и тогда ему тут уже лунтик в уку-3 пути фрути вот уж тоже прислал я на бак 100 мд-30 варан 2 тоже отправил вот это типа сингл карты мы просто записываем демку просто внука вы проходим карту у нас есть демка дальше мы делаем что допустим мы записали на ганджа в финал тартур нажимаем вначале конечно же мы смотрим rules и потому что если вы сцп дф промот 1 обязательно ты должен играть в оффлайне играть в оффлайне для всех однозначное правило она не изменится это правило нужно для того чтобы все были в одинаковых условиях потому что в онлайне у нас пинг в онлайне у нас постоянные лаги в онлайне у нас люди которые могут вотать карту и так далее как бы возможно для сингл карты нет это не так критично для одной до карты но в целом чтобы все были в одинаковых условиях играйте в оффлайне играть в оффлайне если демка будет онлайновая мы все но об этом узнаем и демку не примем вот и все и df опки лобс естественно если обувь нету на карте здесь сразу же ссылку мы прикрепляем на скачивание поэтому все максимально удобно все для вас и рулицы этого основные до чтобы было удобно еще раз свериться нажимаем в общем у нас есть демка мы сделали видос через сайт нажимаем submit submit run выбираем категорию в которую мы типа вот я вот я вот я болт ебаный в таз записал выбираем не пишем здесь player ты просто ты player 1 да все сразу ваш ник ставится нужно обязательно регистрироваться я буду очень признателен если вы ребята зарегистрируйтесь если даже не будете участвовать что-то отправлять вы хотя бы просто будете фоловить эту игру это будет очень это очень важно для статистики потому что нам сейчас у нас есть грубо говоря испытательный срок около месяца если у нас не будет должной активности нас прикроют на спидране потому что им висяки тоже не нужны левел здесь можно конечно выбрать но так как вы зашли на определенную карту нажали submit run здесь автоматически эта карта выставляется там выставляем четко под м к минуты часы и секунды здесь пишем фреймы все четко выставляем дата ставится автоматически сегодняшняя видео линк и все по идее можно ничего больше не писать сплиты это неважно сплиты это если несколько сплитов делали ну это такое это неважно и description это просто описание которое вы можете написать типа о там я мог я могу лучше если кто-то перебьет я сделаю лучше будем воевать там и вот это все просто у меня вот это у вас этой галочки не будет потому что я модератор я могу автоматически верифицировать свой ранг все то есть все очень просто выбираем player 1 выставляем время составляем видео линк все больше ничего не надо больше ничего не надо все эмулятор ну и тут ну платформ точнее платформу здесь на выбираем либо вы на линуксе либо на маг на маке играть или вы написи все далее основная суть спидранс точка ком здесь у нас есть возможность спидранить целые серии карт то есть вот я добавил эфир в очередь от балл dfvc с 1 с 1 dfvc по 17 все карты просто за раз за спидранить пока что здесь не вообще ничего нету потому что мы ждем автосплита сейчас по порядку ран чизы все все кисель кап и порнстарранс там до 17 карту госпит тоже там 7 что их в плазма это не стандартно это типа такие старенькие карты очень классно в плазма серия выроки в стрейфрам бардак парник порндок серия и здесь тоже пишем нажимаем view rules и видим что у нас есть ссылка на скачивание мы ее опять неправильно мазила юбда нажимаем и вот у нас скид нас перекидывает сразу на скачивание всех необходимых карт вам самому ничего качать вообще не надо типа искать какие-то карты просто скачиваете вот этот пак и все захотели 8 вот я хочу дфвц зарулить все карты хочу за раз просто за спидранить за переходим сразу скачиваем все где делается это так если кто-то совсем не понимает то есть мы заходим на первую карту запускаем таймер опять же про таймер у нас написано в гайдах ruleset time starts when you entered the game то есть и когда только ты залетаешь на свой сервер ты нажимаешь старт таймер live сплитом life сплит можете найти в интернете его охрене чего там пишите life сплит я прикреплю ссылку наверно life спи . work потому что вы же у нас это самое вот просто скачивать последнюю версию все настраивается он очень просто ну и да я вам покажу наверно я вам покажу как он настраивается пауза когда идет скрин лот то есть когда у вас загрузка уровня идет смена карты вы ставите паузу на таймере потому что всех загружается по-разному и это будет слишком большая разница для таймов и останавливаться когда вы пересекаете финишный триггер собственно последний карты это касательно именно серии карты потому что сингл карты мы просто подымки смотрим и все вот я хочу хочу ближайшее время как пример записать какие никакой нибудь там по каким-то этим скидран нажимая паузу но мы работаем там точнее мы люди работают над созданием life авто сплиттера который будет автоматически нам ставить паузы когда идет пауза так когда идет к загрузка карты это тоже очень важно потому что это избавит от многих проблем все могут тоже по-разному нажимать кто-то раньше кто-то позже нажмет паузу это тоже разница это тоже фреймы потому что ты враг это чистые фреймы и в общем-то ждем этот авто сплит но на коротенький но это я думаю он вот этот авто сплиттер который будет автоматически снять паузу в загрузках он нужен в основном для длинных каких-то типа до фвц да их там 30 штук или сколько уже его для них вот для длинных карт это для длинных серий это важно чтобы самому не отвлекаться а так для коротеньких я думаю можно и самому паузу прожать сука ничего с тобой не станет если нажмешь паузу четыре раза да через в этих скринлодах ну в общем то вот теперь 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 в общем то обязательно можете в комментариях либо мне в личке где угодно пишите какие карты еще добавить и собственно давайте чё тут потом поправим я буду добавлять сюда карты если вы что-то если именно вы не просто если вы не просто хотите увидеть демку если вы хотите ее за спидранить если вы хотите какую-то сложную карту там сложных карт еще много их очень много там буквально ну от минуты покатит можете спросить а вот добавишь вот эту я пришлю демку оффлайн пожалуйста все для вас ребята серии карт тоже предлагаете какие еще серии карт понятно что можно все карты портсара там попробовать на их 300 штук их во-первых паковать замучаешься во вторых это делать никто этим заниматься не будет в общем серии карт тоже предлагаете там какие-то дмп и пидем там ddc 18 тоже появится в ближайшее время не всегда есть на это время чтобы и добавлять поэтому ребят пожалуйста хотя бы создайте аккаунт и хотя бы нажмите follow если даже не будете участвовать в этом мероприятии по дефолту я поставил физику выкудрю чтобы кудрюшникам не было обидно но я записал такие дымки чисто чтобы лайф сплит пойти с лайф сплитом разберемся сейчас я сделаю захват на сплит окно сразу нет сплит вот у нас в общем-то лайф сплит это я спит раню квейк 3 арена если может кто не знает но должны наверно заметить а вы меня и будете видеть и играть захват экрана без проблем все для средств все для вас захват экрана просто вот завод экрана в общем настройка для дефрага считайте что у вас будет по дефолту а давайте а давайте прям вот так вот давайте я прям скачаю давайте я прямо с дефолта что не сразу если 14 минут видео из-за из-за очень долго чего очень долго так что там он мне разгрузил идем по папкам шлепок это ай ладно удалю потом так регистр вот вайсфлит .x заходим и вот вот у вас появится вот такое окошечко она очень маленькая его можно раздвинуть как угодно это просто стандартный таймер у вас появился нажимаем на него правой кнопкой правой кнопкой мыши нажимаем и первое куда мы идем это идем сплиты если мы допустим спидраним серию карта можно особо не запариваться здесь мы можем добавить иконочки нажимаем два раза и выбираем там любую иконку воду пусть а появилась сразу лопа там появилась он но иконочка лучше они здесь у нас автоматически все будет само проставляться и по сегменту это значит допустим вот вы играете там в стройта или ты любит фвц вот дфвц написали 0 1 примерно все 0 1 не обязательно можно не каждую карту можно каждую карту это как вам удобно можете просто типа сплитовать допустим делал сделал я дфвц 01 дальше вставляем ниже цирк белов видим да что здесь появилась пишет дфвц 02 дальше идем ему в сегмент пишем дфвц 03 допустим вот у нас три дфвц сплиты вот здесь у вас само все потом проставится типа вот вы за спидранили почему он вниз поставил вас у вас по-другому будет у меня скорее всего настройки как-то считываются с этим еще с моим прошлым авто сплитом лайфсплитом вы прошли все 0 1 карты нажимая пауза в загрузках уровня и нажимаете сплит только после того как пройдете все 0 1 карты потом переходе 0 2 и так далее стройка к ноте сплиты это именно сегменты просто нажимаете сплит и тут настраиваем все что хотим геймней можем поставить геймней ставим пишем дфрак так как у нас есть дфрак пишем дфрак вот он дфрак появился нажимаем дфрак ран категория примеру чем мы играем вот ран категория вот мы играем допустим дфвц 01 17 все окей вот у вас сразу вся информация появилась это все тоже настраивается или далее идем нажимаем так идем куда 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 пойдем вот идем настройки для начала здесь у нас вот кей старт сплит то есть одна кнопка на его вот вот ну под один да вот и нажимаем под один вот начался таймер нажимаю еще раз он у меня переходит сразу на следующий сплит все просто я утром настройки дальше reset это просто сброс ну под 3 да ну просто сбросится у вас все остановится таймер отменить сплит но этим обычно не пользуются я думаю может но не для нашей игры по крайней мере скипить улице сплит тоже не для нашей игры у меня вообще фейки стоит три бинда и все самое важное это вот старт сплит reset чтобы когда вы закончили нажать reset и начать заново к примеру и паузу на паузу тоже там пробел поставили все и паренься и в загрузках рано нажимаем пробел все здесь больше ничего менять менять не надо resviewer пишем мульти твич но я не знаю на что это влияет speedrun . tv или сюда да рейс может от этого зависит типа этот появляемся ли мы стримом на этом план разберемся все больше здесь ничего не надо делать все окей нажали настроили бинды и дальше идем edit layout настраиваем слои если на слое сразу title название заходим название здесь можем поменять все что угодно это цвета это расположение цветов типа можно сделать plane это одна типа такой однотонный вертикальный градиент горизонтальный градиент все айтл фонда нажимаем галочку можем изменить но любой другой там он битрон блок взяли все поставили цвет тоже можем любой поставить тайвел калорда я надеюсь не угол с английским нету проблем но если у кого-то есть а на всякий случай все здесь можем можем сделать финиш и транскаунт этом типа вот у меня один раз уже запущено было если раз когда я зайду у меня типа ноль из строки то сколько я в тот раз и давно я этим не пользуюсь такое автоматически здесь показывается сколько раз вы запустили таймер дисплей game icon но у нас гейм икон нету поэтому не знаю почему центр текст тоже особо не не используется оттенд каунт вот он если кому-то не нужен убираем категории name тоже можем убрать сплеем game категории single line вот можем так сделать да то есть настройки есть это тайтл это просто верхняя новую штучку мы настроим регион это если где там выставили да и платформы если мы играем pc это тоже но это это не важно дальше идем layout в самом до вкладочки то есть мы смотрите мы нажали сюда в таймер и у нас любом случае открывается вот это цельное окно которое нам дает а вы все варианты то есть вот у нас здесь или сегмент сплит и таймер title вот мы здесь вот это все и видим в общем то вы я вот что мы видим а я вот это у нас меняется ну то есть можно вот потыкать да просто методом тыка изучить эту программу ничего страшного в этом нету вот layout мы меняем color видим что меняется окей все поняли solid можно вертикал градиент горизонтальный градиент он все что угодно сделать и тут прозрачность внимание если у вас не меняется цвет тут прозрачность есть эту прозрачность можно тоже настроить прозрачность это для себя это прозрачность никак не влияет на то чтобы сделать отражение в области там или где-то вы записываете никак не влияет на то чтобы она была прозрачной это прозрачность чисто для вас здесь также можно все поменять шрифты цвета но цвета желательно менять если кто-то захочет прямо можете попариться поменять это такое тоже такая настройка это мы разобрали сплиты total splits если у нас допустим чтобы лишнего не было вот у нас три сплита давайте три сплита поставим просто окей вот у нас сразу и сплита все c03 все вот такая у нас маленькая рамочка появилась об коме сплит типа если у вас много их насколько низко насколько вниз были перелистываться его на 1 но по умолчанию 1 сплит хейт это высота меняется опять же background color сплита это вот эта синенькая как мы видим здесь синенькая значит вот эта синенькая вот она и есть все эти колоры display icons если вы сделали иконочки к своим картам какие-то да там забавно я допустим себе сделал на свой life сплит там как вы могли многие видеть иконки главных персонажей там краш саши и так далее здесь можно точность поставить только это так то дельтас это для сплитов а это же мы в спитах на это для сплитов точность в таймер и он десимался фонсайз это у нас размер миллисекунд он он помог по умолчанию чуть ниже в два раза а информат либо вот так можем сделать до либо вот так вот здесь также можем 0 сделать 0 0 0 0 зависит от того какая игра но я думаю что он это 0 1 там или даже вот так вот ну пусть так даже все это так очень даже ничего высота опять же таймера все это мы можем размеры менять тайминг метод просто оставляем этот тайминг метод пока что пока нет авто сплита авто сплита появится у нас будут другие настройки об этом тоже наверное запишу видос и там предыдущий сегмент он как он показывается здесь но это такое типа такая я и не особо не пользуюсь нажимаем минус удаляем здесь мы можем перемещать все то есть вот мы таймер перевестили наверх можем еще наверх прямо под этим до название допустим вот мы стрелочками меня перемещаем вниз все как угодно все как хотите все настраивается нажимая плюсик нам выбирают либо мы можем давать детали таймер который будет детально прямо показывать не знаю в чем особое отличие но и это наш таймер лист это сплиты и саб сплиты это вот это они по умолчанию есть информация я себе сделал информацию сама в бест это будет оказывать вам сумму ваших лучших чекпоинтов за игру по крайне у меня в кваке написано что можно за 22 минуты пройти ее хотя в r26 поэтому это ну как по мне это и полезная информация сама в бест и и опять же можно тут все настроить заходите может display to roll сделать чтобы две строчки было можно поменять цвет тексты и так далее и точность собственно тоже можно типа секунды и по фрейм и убер фрейм и но я так для себя представляю и по миллисекунды там по два и по три числа далее информация но здесь можете текст свой любой написать total playtime это сколько раз вы поиграли и папа времени на но это такое тоже в рекорд тоже можете добавить и world record у вас будет отображаться автоматически с со спидранком то есть если кто-то уже поставил в р на 01 17 ну типа на дфвц картах у вас здесь будет показано в рбай там тот то тот то столько-то времени вот это тоже по крайне для зрителя очень полезная информация дальше медиа можем бывает графику график можем добавить там саунд эффекты тоже это все настраивается все 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 тут настраивается предельно точно здесь мы можем добавить типа на каждый каждое наше движение можем добавить звук я себе также добавил чтобы было понятно еду я в плюс либо в минус еду потому что у меня второго монитора нет у кого есть второй монитор они просто могут этот life сплит себе на второй монитор выкидывать и никаких проблем нету ну выбирайте в общем любой звук и просто это не забудьте волум миксер и забудьте выкрутить звук примерно не знаю в пятерочку хотя это все будет зависеть от вас у меня примерно в пятерочку что там twitch я примерно в пятерочку там где-то она занижена потому что очень гром и дальше саунд эффекты давай так это была медиа видео видео не знаю честно говоря не добавлял никогда ну и я не думаю что это нужно вот здесь control это потом мы здесь будем добавлять авто сплиттер скрипте его авто сплиттер и другое то бланк спейс ход кейт индикатор сепаратор я не знаю честно говоря чем они а сервера сепаратор это для нас чтобы не запутаться к примеру да ну вот more там ничего особого нету индикатор он я с ним тоже особо не разобрался но я не думаю что это прям важно поэтому бывает вот так подвисает конечно ничего страшного в общем в общем-то в идее все здесь больше ничего нету потом естественно можете когда вы сделали сплиты себе все настроили делаем save splits допустим вот у нас он сохраняем можете папочку сидели сделать вот ваши сплиты будут туда куда захотите lss все делали в делаем сохранить потом если вы что-то другое спидранили вернулись опять на эту категорию делаем open splits from файл и выбираем свой файл который вы сохраняли в этой категории закрыть сплиты это ну собственно закрыть и save layout это будет сохранять вашу внешнюю настройку основную просто если кому-то если кто-то уже настроил будет круто если вы просто типа сохраните скинете мне я добавлю этот layout допустим на все дворцы карты кто-то сделает layout сразу лаяют этой сплиты и все сохраняют по идее эти сплиты они сохраняют именно время вот поэтому ну это как я думаю я честно говоря сам еще не до конца разобрался поэтому просто кто кто вдруг сделает пожалуйста отправляйте мне я добавлю на speedrun.com там в ресурсы и все-все будет ок ну и все по идее все такая настройка я надеюсь что всем стало все понятно эту эту шляшку мы тут прям лишь бы лишнего не удалить это мы все удалим в общем то я надеюсь что все предельно понятно speedrun.com нам очень сейчас важен поэтому еще раз повторю пожалуйста участвуйте в развитии комьюнити отправляйте там любые демки и понятно что типа совсем говнище отправлять не стоит но отправляйте отправляйте какие-нибудь хотя бы демки у кого есть может завалялась у вас оффлайн демка вы когда-то играли гб парадайс оффлайн обязательно оффлайн пришлите вы эту демку можете мне прислать я запишу через свой бс как это делал уже для димона и для пузо и я могу и для нос вы кстати тоже я могу просто записать через свой бс и вам я скину просто ссылку вы засадить тиран потом своей ссылкой все обязательно должны высадить со своего против в общем то все ребят все всем спасибо я надеюсь что в видео было полезным правда немножко затяжное но ничего страшно все всем пока